Так, привет все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Этот видеоролик в первую очередь для подписчиков канала. Смотрите, вот давайте сделаем такой эксперимент. Просматривайте ролик от начала и до конца. Я постараюсь максимально ужать всю информацию, но я буду разговаривать вот напрямую с тобой, дорогой зритель. То есть, проводим эксперимент. Это ролик образца 2014-2015 года, потому что многие мне стали писать, что короткий формат их не устраивает. Но когда вы не смотрите полностью длинные ролики, это не устраивает систему ютюба. Соответственно, канал падает в рейтинге и ранжировка никакая. И поэтому я стал снимать короткие ролики. То есть, чем короче, тем больше вероятность, что просмотрят от начала и до конца. Соответственно, это в копеечку каналу и ютюб видит, а, его смотрят от начала и до конца. Все, будем его ранжировать. Поэтому, как мы все это обыграем, я не знаю, но этот ролик специально для вас. То есть, давайте проверим, как вы его посмотрите, какой будет фидбэк с вашей стороны. Если эксперимент удался, я буду реально стараться делать ролики по красоте. Значит, почему сегодняшнее видео такое полезное? Почему я решил именно начать с этого ролика? Почему акцент на нем? Я всегда помогаю своим подписчикам. То есть, вы об этом знаете, у нас есть чат, я со многими подружился в ВКонтакте. И есть у меня один замечательный человек в чате, зовут его Михаил. У него старая версия Андроида. То есть, аппарат 4.0, либо 4.1, я точно не помню, но аппарат старый. И, соответственно, он не все может приложение скачивать с Google Play. И самое забавное, если, допустим, приложение работало на 4-й версии Андроида, раньше когда-то, разработчик постоянно обновляет приложение, выкладывает новые версии в Google Play. И в какой-то момент времени вы можете столкнуться с тем, что приложение раньше работало на этом телефоне, а сейчас вы его даже скачать не можете. То есть, ну, разработчик просто обрезал поддержку старых версий Андроида. Но при всем при этом есть способ, как обмануть систему и скачать официальное приложение с Google Play, то есть для старой версии Андроида. Давайте посмотрим. Вот он попросил скачать эти программы. Сейчас мы ему скачаем и проходим на этот видеоролик. И вот смотрите, первая программа называется Wi-Fi Analyzer. Этот телефон, с которого я снимал видеоролик, это был Nexus 5. Значит, последняя версия Андроида, официально выходившая на Nexus, это 5.0. Начинал я пользоваться этим аппаратом с версии 4.0, а программа Wi-Fi Analyzer, но я ее давно пользуюсь, то есть я ее, наверное, поставил на 4.2 или 4.3. То есть программа уже, ну, очень давно я ее использую, программа замечательная. И давайте проходим Wi-Fi Analyzer. Смотрим на эту программу. То есть в уме держим, что она работала на 5-й либо 4-й версии Андроида 100%. Автор Farprog. И смотрим. Ну, оценки, то есть ладно. И дополнительная информация. Последнее обновление 7 апреля 2018 года. Текущая версия и требуемая версия Андроида. 6.0 и выше. То есть он тупо обрезал старые версии приложения. Это такое бывает. На самом деле мы старые версии приложения все равно сможем выкачать. Но я плюс хочу поделиться своим опытом и объяснить, как правильно пользоваться Google Play. То есть, блин, как правильно пользоваться Google Play, есть определенные хитрости. Давайте покажу. Очень часто, ну, разработчики забивают на старые версии приложения, но это мудаки. А если разработчик нормальный, он обычно оставляет классическую версию. То есть вы проходите в раздел, получается, разработчика. Мы видим девелопер. И ищем Wi-Fi Password. Вот. И, а вот, Wi-Fi Analyzer. Версия классическая. Проходим. То есть он, получается, решил... Понимаете, у меня есть учетная запись разработчика. И там специально панель управления. Это что-то вроде панели WordPress для работы с сайтом. И вот точно такая же есть панель для работы с Google Play, если вы разработчик. И там прикол в том, что там очень удобное древо. И вы можете обновлять проект. Откатывать на старые версии АПК файла, которые загружали. Можете свой проект увести в отдельную ветку. Ну и, соответственно, вот вы можете сделать отдельное приложение классическое. И, в принципе, развивать его или нет, это уже зависит от разработчика. Но он может сделать ответвление для старых устройств. Просто не все это делают. Листаем ниже. И, пожалуйста, требуемая версия Андроида 4.0 выше. Но давайте я ему скачаю. То есть сегодня я вам еще покажу, как скачивать через программу АПК файлы с Google Play. И как делать даунгрейд. И чтобы все это было официально. Программа называется Ракуна. Давайте мы ее... Так, я кликнул, не кликнул. Давайте мы ее запустим. Я немножко волнуюсь, потому что я снимаю этот ролик. И он, наверное, получится длинный. И если вы его до конца не посмотрите, ну, блин. То есть для меня прям, чем короче ролик, тем лучше. Мы видим Hello MrNobodyDefX. У меня точно такой же аккаунт для продукции компании Apple. То есть у меня есть старый iPhone 4, iPhone 3GS. И, соответственно, эти аппараты, они вообще уже, ну, можно сказать, утиль. Но я стараюсь не выкидывать, потому что, ну, можно пользоваться. Почему бы и нет? То есть на старый iPod Touch я прикрепил аккумулятор внешний. И у меня реально такая бандура, которая может проработать там 25 часов в режиме просмотра видео. И поставьте туда старую версию Netflix и радуйся. Ну, вот я, в принципе, так и сделал. Но смотрите. То Apple, а это Google. У Google очень строгое правило прописано в партнерке. Когда вы принимаете условия пользовательского соглашения, там написано, что вам запрещается скачивать любые APK-файлы из сторонних, получается, сервисов. Вот именно в обход стандартного Google Play. То есть вы можете ставить приложение из третьих источников. Есть такая возможность. Но если вы загружаете с Google Play, вам нельзя использовать сторонние интерфейсы. Вот как, допустим, программа Raccoon. И не было еще случаев, чтобы Google кого-то банила за это. Но есть как бы такое правило. И чтобы не нарываться, многие вот подобные программы типа Raccoon, они советуют создать отдельную учетную запись для того, чтобы скачивать приложение с Google Play. И это логично. То есть у меня вот есть вот такая вот левая учетка для iOS. И такая же левая учетка для Android. Соответственно, девайс. Так вот, профиль. И мы видим MrNobodyDevX. И давайте вобьем здесь название программы Wi-Fi Analyzer Classic. Поиск. И вот мы нашли программу Wi-Fi Analyzer Classic. Тоже 7 апреля. Хотите убедиться, что это оно? Смотрите скриншоты. Здесь же разрешения, какие есть в манифесте этого приложения. И жмем на кнопочку Download. Вот. И у нас загружается программа. Иногда загрузка долгая, иногда загрузка быстрая. Я объясню. Есть фри-версия, есть про-версия. Про-версия позволяет создать несколько учеток. И так как вы все равно качаете через сервера разработчиков программы Raccoon, соответственно, у них есть платные пользователи и бесплатные. Это как, допустим, GeForce Now. Если вы купили подписку, вы не стоите в очереди. Если вы играете там на халяву час один раз, ну, один час за сессию, то вы стоите в очереди и ждете, когда вам освободится окно для подключения к серверам. Вот здесь то же самое. Если я использую бесплатную версию, я могу иногда подождать секунд 30, прежде чем мне дадут окно. Файл скачался. Посмотрим. Собственно, ну вот, АПК-файл приложения. Я его скину Михаилу. Поехали дальше. То есть, еще не все. Я хочу еще поделиться своим опытом. Так, проходим в Google Play. Это и вторая программа, что вызвало затруднения у него. А я про нее знаю. Call Dispatcher – это очень старая программа. Она позволяет просматривать, с какого региона оператора, то есть, с какой части России вам звонят. То есть, не просто как стандартные звонилки определяют именно страну, она еще и определяет по базе операторов, откуда именно. То есть, с какого района, села и прочее. И вот, смотрите, мы видим, мы ее открыли, она есть. Мне очень часто пишут люди в комментариях под старыми видеороликами, что, блин, Володя, типа, что за херня, исправь ссылки? Мы программу найти не можем. То есть, ну, давайте скопируем этот адрес. Откроем режим инкогнито и постараемся посмотреть. Я вот вам сейчас расскажу такой прикол, мало кто об этом знает. Почему? Я когда проверяю ссылки, да, вот, то, что мне люди пишут, типа, ссылки недействительные. И у меня все открывается. Но вот вы попробуйте по приколу набрать Modern Combat 1, 2, 3 в Google Play, и у вас выйдет сообщение, что страница не найдена. Потому что вы эти приложения не купили, они стоили деньги. И, соответственно, так как я их купил, это вот то же самое, как с, допустим, App Store. Многие программы сейчас недоступны для покупки, хотя я совершенно спокойно могу их загрузить, потому что они находятся в моей истории покупок. Но я заплатил деньги, они не могут меня, как бы, отрезать от товара. Да, я что-таки заплатил. И вот, соответственно, то же самое с некоторыми бесплатными программами. Я кол-диспетчер успел загрузить, и поэтому я его вижу. Вы, если никогда им раньше не пользовались, вы его в истории не увидите. У вас будет страница не найдена. И это никак не обойти. То есть мы сейчас, допустим, зайдем в кол-диспетчер, попытаемся найти этот файл, но прикол в том, что эта программа использует стандартный, получается, протокол связи. Так, это я переключил на английский, да. Переключил. Протокол связи для подключения к магазину Google Play. И нет этого приложения. То есть мы видим, все кол-диспетчеры, этого приложения нет. То есть тут, ладно, тут я скину сам. Либо у вас вариант искать на сайте APK Mirror, либо через 4 ПДА. Ну, то есть я просто поясняю. Что у нас с третьим приложением? Программа называется Simple Text Widget. Давайте посмотрим требования. Еще есть такой момент. Меня вот очень сильно обидела компания Apple. Я пользуюсь, ну, я слушаю музыку Apple Music. Что на iPhone, что на iPad, что на Android. Apple Music. Мне очень нравится. Я знаю, что есть Яндекс.Музыка. Но вот я начал с Apple знакомства, вот, с сервисом музыкальным. Мне очень нравится. И у меня Elephone P9000, там последняя версия Android 7.0. И у Apple, вот у Apple Music, ограничение стоит по версии, типа, 7.0 и выше. То есть требуемая версия Android. Ну, у меня 7.0 и выше. Ну, 7.0. Но я все равно не могу скачать. Мне просто пишется вот в Google Play, что это приложение несовместимо с вашей версией Android. Что за бред? И вот смотрите. Казалось бы, вот ситуация просто идеальна. Simple Text Widget работает на 4-й версии Android. У Михаила 4-я версия Android. Но он почему-то все равно не может ей пользоваться. То есть, ну, как так? Бывает такое, что в новых версиях разработчик что-то там неправильно прописал в Buildprop. И получается, что у него... Ой, я немножко неправильно сказал, не Buildprop. Это файл настройок телефона, где вы меняете версию Android. Извините, я волнуюсь, ролик просто длинный. Он сам прописывает, с какими версиями Android работает программа. И он, соответственно, прописывает требования. И бывает такое, что что-то он не досмотрел. И вроде бы версия у вас 6.0, а программа все равно не загружается. Ну, то есть он, скорее всего, просто в разрешениях, либо в требованиях прописал что-то, чего не должно быть в 4-й версии Android. Из-за этого диссонанс. Короче, не суть. Как скачать версию, которая у Михаила заведется? Сделаем очень просто. Вбиваем в поиск. И вот смотрите, я объясню, как маркируется приложение в Google Play. Тоже важная информация, чтобы уметь даунгрейдить программы. Мы скачиваем. Мы скачиваем. Смотрим, что мы скачали. Версия приложения 1.5. Вот версия приложения, что 1.5, это вы прописываете как разработчик в... Ну, как сказать. Я говорю, вот в Google Play есть интерфейс, как WordPress для доступа и настройки сайта. И я, когда загружаю APK файлы приложения своего, я самостоятельно выбираю версию. То есть я могу... Вот захочу, я могу назвать не 1.5, а могу назвать там 20 тысяч, там еще какой-то бред написать. То есть это делается разработчиком. Но по факту, давайте, Show Files. По факту, вот этот вот файл, который у нас в версии 1.5, он по счету был 9. То есть там хранится древо всех APK файлов, которые загружает разработчик. И вот это 9 версия. Что я хочу сделать? Да, я хочу Михаилу скачать старую версию этого приложения. Я просто жму Downgrade. И вместо 9 версии у нас автоматически прописывается последняя версия программы. И я ему скачаю 5. То есть, ну я ему скачаю 5 номерную версию программы. То есть не версию, а 5 билд этой программы, которую разработчик загружал. И смотрим, разработчик назвал этот билд 1.2.1. То есть, ну, назвал вот тоже, как захотел. И вот этот файл без проблем получится мне отправить Михаилу. И он у него заведется, вот этот вот 5. То есть это все не нужно. Я убираю. Так. И высылаю в наш чат. И даже потом на монтаже покажу вам, что все работает без проблем. То есть вы поняли принцип, как делать Downgrade. Давайте покажу на примере вот еще раз программы Wi-Fi. Просто закрепим. Пожалуйста, досмотрите. Я по статистике все равно увижу, досмотрели вы или нет. Это важно для меня в первую очередь, если вы меня поддерживаете. А это тоже, как бы, ну, важно. Тут хороший пример будет. Хорошо будет два раза показать пример. Вот программа Wi-Fi Analyzer. Жмем на кнопочку поиск. Вот она есть. Да. Хочу я сделать Downgrade. Жмем Downgrade. Последняя версия 139. Ну, последний именно, как бы, пакет APK файла. Ну, допустим, я хочу, я не знаю, ну, допустим, у меня старый, старый, ну, новые версии приложения тормозят, телефон старый. И я хочу круто даунгрейднуть. И давайте, допустим, пропустим целых, там, 20 версий. Вот. Мы выбираем 119. Жмем Download. И смотрим, скачается, не скачается. Ну, скачается. Я просто поясню. Вот еще раз. Когда разработчик загружает файлы в Google Play, вот я кликаю, да, тут просто панель, допустим, загрузок у разработчика. И я могу загрузить хоть 150 APK файлов без каких-либо проблем. Но иногда для поддержания чистоты, вот, и порядка, как я люблю, мне никто не мешает взять и, допустим, оставить приложение со 150, допустим, до 100. А все, что ниже 100, там, от 100 до 1, взять и удалить. И тут хорошо, как бы, скачалось. То есть разработчик просто не подчищал. Да, вот она, старая версия, мы видим. 119. Но давайте, мы можем еще более старую версию скачать. Нам никто это не мешает сделать. Давайте мы сделаем даунгрейд, допустим, до версии. Ну, так, секунду. Мы сейчас про Wi-Fi анализер. Вот, мы нашли Wi-Fi анализер. Даунгрейд app. Я хочу не 100, допустим, 19, а хочу попробовать 70. Ну, скорее всего, ее нету. А может быть и есть. Нет, она есть. Но я просто иногда сталкивался с тем, что я делал даунгрейды и не мог скачать. Просто, если вы выберете какую-то версию, которую разработчик уже удалил из каталога Google, ну, разработчика Google Play Dev, то у вас будет error, типа, this file is, как там, я не помню, не то что empty, а отсутствует. Ну, я забыл, как бы, по-английски, как это будет отсутствовать. Absent. This file is absent. Что-то типа такого. Ну, как бы загрузилось. Ну, давайте, я не знаю, не буду затягивать ролик. Хотел еще, типа, какую-то версию первую скачать по приколу. Кстати, давайте попробуем. Ну, вообще, кстати, как бы интересно. Даунгрейд и первая версия. Неужели он самую первую версию оставил? Офигеть, он оставил самую первую версию приложения. Но если вы такой прикол, попробуйте сделать там с Apple музыкой или другими сайты, ну, с другими приложениями. Нет, они чистят. Тут, видимо, разработчик прям все делает по канонам GitHub. Ну, молоток. Молодец, прям круто. Вот такая вот программа. Ссылочка будет в описании под этим видеороликом. Пожалуйста, пожалуйста. Это эксперимент. То есть, вы, я по рейтингу посмотрю, стоят такие ролики делать или нет. Потому что я понимаю, что многим из вас нужны длинные ролики. Вы хотите вот такие подробные разъяснительные уроки. Но это очень сильно бьет по статистике. То есть, я просто вынужден буду делать такие длинные ролики только для спонсоров. У меня уже на канале 7 спонсоров, и я выкладываю для них вот подобного плана видеоролики. И они их смотрят, они им нравятся. И я вижу, что они смотрят от начала до конца, потому что там всего 7 человек смотрят. И можно посмотреть, что все 7 человек 10-минутный ролик посмотрели там 9 минут. И я уже понимаю, что 9, потому что они просто проматывали заставки вступительные. Так что, давайте посмотрим, как будет вот именно рейтинг этого ролика. Если зайдет, я буду выкладывать в общий лист. Если нет, я буду выкладывать для спонсоров. У меня спонсорство очень скромное. Там что-то от 50 рублей, вот от чашки кофе в месяц мне, в подарок. Всем пока. До скорых встреч. Спрашивайте вопросы. Не стесняйтесь вступать в телеграм-чат. Я всегда помогаю подписчикам. Пока. До скорых встреч. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл.